Поэтому мы специально убрали креточку, чтобы все дети могли подойти и погладить его. Дети гладили, Иствут радовался. Больше всего кот породы сфинкс любит объятия. Хозяйка говорит, именно внимание к себе ее питомец умеет просить лучше всего. Если вот с утра его не погладить, если особого внимания ему не уделить, он на целый день будет бегать к хвостику, скажем так. Очень-очень надо внимания. Желающих погладить Шерхана тоже было много. Он был не против, хотя держался сдержанно. Шотландский веслоухий к чужим объятиям равнодушен. У кота другие интересы. Любит у нас воду. Он залезает в раковину купается, в ванну залезает купается. Полосатые, черные, белые. У каждого хвостатого свой характер. Всего на выставке было представлено около 30 животных. Очень красивые кошки. Детям посмотреть очень радостно. Все очень нравится. Интересные породы все такие пушистые. Все хочется погладить. Рядом с породистыми кошками в клетках сидели обычные, безродные. Паспортов у них нет, богатый родословный тоже. Зато у каждого своя грустная история. Кого-то нашли на улице почти умирающего, кого-то хотели утопить. Мы организовали благотворительную выставку в целях показать людям, что есть такая проблема, есть проблема бездомных животных. Что они такие же красивые, что они такие же добрые, хорошие, ласковые. Все животные, которых мы сегодня пристраиваем, это животные уже здоровые. Это животные, прошедшие вакцинацию, в том числе и отбешенство. Это обязательно. Почти все бездомные животные с выставки ушли уже с хозяевами. А значит, говорят организаторы, главная цель достигнута. Большое спасибо неравнодушным людям и породистым котам, которые пришли показать себя и заодно поддержать своих менее именитых братьев. Анастасия Милицкая, Артур Довлекаев, Новости НТР.